Разрезал аккумулятор. Берка был полностью заряжен на 12,5 вольт. И вчера вечером где-то 10 часов начал его разрезать. Теперь 7 часов. Он набрал емкость 75 ватт-часов. Сперва разряжался на 93 ватт. На напряжение еще 12,23. Он еще будет ближе, что долго разряжаться. Мне надо потом идти. Решил усилить нагрузку. От 0,71 разъезжается ватт током. Долго ждать не надо было. Сама через светил. Тут 4,9 ампира. 4,75 и 12,84. 56 ватт. 4,75 ампира. Но тут слишком большой топ. Попробуем открыть. Ставим другую лампу. Ставим другую лампу. Теперь у нее две спирали в порядке. Ток 3,24 ампира и 38,5 ватт. Вот так вот. А как говорится, 1С если тут 35 ампер часов. Ой, то есть не 1С, а 0,1С. А тут где-то, наверное, максимум 20 ампер часов отдаст. Но на таком токе тут еще потери на проводах. Вот этих больше потерь. Вот тут вот на контакте. Посмотрел я, какие потери на контактах. Но плюс его не особо. Вот на этом. На этого. Около 60 мВ на тон и на тон. Что емкость немножко побольше. В общем, напряжение тут немножко побольше. На 60 мм. Где-то полчаса не прошло и уже напряжение. Смотрю, что упало до 9,6 мм. Где-то. Там показывает 9,57. Немножко. Понятно. Там падение напряжения на проводах есть. В самом деле немножко больше. 9,65. Там 9,57. Вот набрало 9,8 мВт часов. Уже по идее при таком напряжении надо отключать все хуже, чем в прошлый раз. Он набрал на той слабой лампочке 119 мВт часов до 9,9 Вольт. А до 7,64 Вольт набрал 142 Вольт часов. Это, конечно, очень низкий разряд. Так нельзя разрешить. А 10,5 можно разбить. Можно попробовать опять обратно слабую лампочку подключить. А 10,17 Вольт. Хотя, по идее нужно заряжать до 14,4 Вольт где-то. Но я, чтоб не перезаряжать, зарядивший его был до 13,5 Вольт. И так был оставивший на где-то 2,3 Вольт. Сперва может на 14, потом на 13,8 или 14. А потом оставил на 13,5 Вольт. И чтоб он так постоял 2-3 дня. Тогда вот этим блоком питания заряжался. И он потреблял где-то 1,5 Вольт. Или сколько там, 1,3 Вольт. И держалось напряжение на клеммах вот тут 13,5 Вольт. Поэтому, может, он не совсем полностью зарядился. Хотя, если клеммы снять, у него напряжение спускается после суток где-то до 12,7 Вольт. 12,6 Вольт где-то вольт. До этих у меня спускалось до 12,8 Вольт. Потом еще раз на 2 дня оставил. Ну, подзарядил до 12,5 Вольт. И оставил. И спустилось где-то до 12,7 Вольт. До 12,7 Вольт. До 12,7 Вольт. Или 79 Вольт. Вот такое. Ну, на 13,5 Вольт я могу оставить их. Чтобы они подзаряжались. Например, на 14 Вольт. Чтобы заряжались, не могу оставить. Потому что, может, потом я могу долго не прийти тут. Может, перезарядиться. Может, там газ начнет выделяться. И еще там что-то. Еще взорваться может. Хотя, по-моему, в автомобилях там всегда, когда мотор крутится, генераторы выдает 14 Вольт. Или где-то 14,4 Вольт. Может, даже. И он там, вроде бы, все постоянно под таком напряжении находится. Ему ничего не становится. Наряжение 9,98 Вольт. 102 Ватт-часа. Энергия дал. В тот раз у меня до 9,9 Вольт стоим. 19 Ватт-часа. было. Тут разобрал аккумулятор. три ячейки, две параллельные. Тот, как я понял, датчик температуры от перегревов. Они уже держат где-то полчаса или там час может пас. поэтому какие-то из них, я думаю, что перегорели. То есть емкость сильно утеряли. вот тут плюс, тут минус. Может быть, если бы я даже по одной поставил, было бы больше емкость, чем тут по параллели не поставлю. Держится крепко. И приклеена. Я думаю, эта крышка тоже трудно снималась. Заклеена. Я думаю, вот отпаять вот тут. И сперва эти, и так вот. Каждую тут отпаять, и эту отпаять. Потом каждую эту пару замерить съемкой с каждой парой. Чтоб не отдельно. И вдруг какая-то пара очень будет сильно иметь малую, сильно малую емкость. Тогда будет понятно, что какая-то батарейка из этой пары или обе. Потеряли емкость. Если какая-то более-менее пара нормальная, емкость будет иметь, например, 4000 Ач, то ее можно даже не распаивать, не рассоединять. Потом обратно припаять. Вот мерить съемкость. В этом приборе можно. На заряд мерить. Я думаю, что он и на разряд мерит. Поэтому я его купил не совсем то, что хотел. По заряду, я думаю, тоже можно достаточно хорошо определить емкость. Вот напряжение можно замерить. Здесь самое высшее напряжение. Там, видимо, самое быстрое заряжается. И там самая малая емкость. На среднее самое высокое напряжение. Вот тут 4,06 В. Тут 4,11 В. Это самое высокое напряжение. Видимо, самая малая емкость. Поэтому она самая быстро заряжается. Тут полностью как-бы заряжено. 4,12 В. 4,12 В. 4,12 В. 4,12 В. Вытащил из ноутбука сразу. Как-бы не постоянно к сети подключим. Вот один уже вытащил. комплект. Наклееный клеер. Я думаю, чтобы амортизировала лучше. Тут емкость даже не написана, какая она батарейка. А если я всуну его в этот прибор. Вот он. 87% показывает, что 4,7 В. Нужно придумать, как ее разрядить. Наверное, на лампочку какую-нибудь отцепить. Нужно быть осторожным, потому что тут никакой защиты нет. Это, видимо, и метод контакта. Замерю 3,8 В. Она заряжается на лампочку. И так нужно ее разрядить. Можно разрядить. Можно до 3,4 В. Где-то или ровно до 3 В. Это примерно уже будет 0%. Или до 3,4 В. Или до 3,3 В. Или до 3,9 В. Там уже большой разницы не будет. Потому что потом уже быстро начинает падать емкость. Где-то от 3,6 В. До 3,5 В. Самое большое напряжение. Самое слабо падает емкость. Как бы это и номинальное напряжение. От 4,2 В. Она резко падает. Ну как бы наиболее быстро падает. Где-то до 3,9 В. А потом все медленнее и медленнее. И от 3,5 до 3,6 В. То есть от 3,6 до 3,5 В. Самое медленно падает. А потом от 3,5 В. Или от 3,4 до 3 В. Уже очень быстро падает. Емкость. Емкость. Тут тоже цоклые. Проводы греются. Вот этот аккумулятор разряжался, разряжался. Потом я вдруг заметил. Так лампочка ярче засветила. Как бы напряжение подпрыгнуло. Было до 10 В. Подпрыгнувшим. Уже 106 Ватт часов набрало. А тут я чтоб все до одинаковой емкости разряжались. И чтоб потом каждую отдельно не разряжать. Их все вместе за параллелью. Не до одного и того же напряжения разряжу. Потом все три сразу можно будет заряжать. И сразу от трех емкостей. Сейчас заканчиваю. Начинаю, наверное, разряжать его. Больше, наверное, она особо не наберет. Может и наберет. Но 3500 точно не наберет. 35 кп часов не наберет. И вот здесь. 9,94 В. Тут 9,96 В. Он почему-то. 112 Ватт часов набрал. Примерно как и тот раз. Как говорится, уже дальше разряжать. Нездоровый для этого аккумулятора. Показывает мощность. Вот на 2 Ватт потребляемая. 112 Ватт часов набрал до 9,4 В. По этому прибору. 9,6 В. Зарядка допустилась. Теперь 2 Ватта потребляет вот этот вот зарядной устройств. Устрою свою. Теперь надо. Я подключу. Употребление. 6 Ватт что-то. А там защита срабатывает. Потому что слишком высокое напряжение. Слишком большой топ. Теперь 10,45 В. Теперь наверное буду проверять емкость светильной батареи. И емкость светового аккумулятора. Пока немножко еще подзарядка. Тут на нем было 12,65 В. А теперь покажи напряжение на этих аккумуляторах. 0,8 В. Было 0,4 В. Когда только что я выбрал. Тут один. Так. Ну и теперь с волшебным прибором можно замерю емкость. Что то. А тут мой папа вытащил с розетки все. Поэтому от этого аккумулятор не заряжался. Я думал почему на нем такая низкая напряжение. 12,4 В. Компьютер у меня выключил. Теперь сколько? 12,4 В. Теперь он должен заряжаться. 13,2 В. А тут 12,75 В. 12,74 В. Ну как бы по идее он хорошо заряжен. Если не такое напряжение. Он тут где-то 2 дня не заряжался. И напряжение устоялось у него. Устоялось. Замеряю батарею к емкости. Замеряю батарею к емкости. 50 млн внутреннее сопротивление. И тут 315 млн внутреннее сопротивление. Но это эти два. Но она как бы больше деградировала, чем вот это значит получается. Потому что сопротивление внутреннее побольше. Ну я предполагаю это должно быть быстрее. Может быть даже зарядиться. Потому что она больше деградирует. Ну конечно. А нет. Тут током слабее будет заряжать. Тут 15 ампер током заряжать. На C1. Но до 85 ампер я буду быстрее зарядиться. Если бы одинаковый ток был бы. Надо было бы интересно посмотреть. Вот и как бы деградируешь. Получается. Но когда больше током заряжается. Не очень эффективно. Это нам может показать больше емкость. 52 млн. На C2. Уже тоже упало 78 млн. Спротивление. Мы не очень эффективно. Буду разряжать ещё один. Не кончил разряжать. По идее показывает, что С1, 52 мАч набралось, С2, 53 мАч, С2 уже пишет до 60% Заряжено, С2, 63 мАч, С1, 67 мАч, С2, 30 мАч, С2, наверное, меньше набралось, Потому что она больше деградированная, Меньше емкость имеет. По показателям это вроде бы более заряженный. Может с него и начать. У него индикации длины. Включаю. На ныне настроил. Смротское. 12,73 мАч, чего падать, я признаю. 12,63 мАч. Ладно, тут где-то 3,6 мАч нужно развертить на 3,3 мАч. Или на 3,4 мАч тоже съедет. Тут уже 1000 мАч набрали. Но они греются, теплые. И потом я вспомнил, что они, я в один раз проверял, они очень горячие были. Они так до 48 вольт и не зарядятся. Отключаю. Покрутил настройки и сбросился. 1,2,3,7 мАч. 1,2,3,4 мАч. Тут было где-то по 1000 мАч. Так что похоже, что теперь их емкость около 1000 мАч. И написано 2400 мАч. Но и то, наверное, меньше, чем 1000 мАч. Потому что они тут еще греются, теплые. Много энергии вышло. Еще проверю вот эти рейки. На 1,2 вольта они почти разряданы. 30% показывает 28 вольта. сопротивление к большой тысяч миллион заряжает током 0,1 ампер вторая 28 процентов 1,27 вольта 55 миллион ее 0,75 ампер, вижу что она хорошая и уже деградирует а вот все один, вот что может быть вот я заменил этот провод красный на другой более толстый вот этого изоляции хоть он сам по себе и толще но его очень толстая изоляция сам он внутри провод очень тонкий потом лампа слабо еле горела теперь 34 вольта и она это ярче говорит гораздо быстрее разряжает теперь 3-4 с чем-то вольтами теперь все два уже зарядилась на сто процентов 141 вольт теперь четыреста сорок четыре мили омас сопротивление 1 час 15 минут заряжалась и всего 650 на ампер часов на тут от c1 еще заряжать сопротивление большое потом она долго вернется только 148 мин ампер часов на то тепленько это там наверное 650 не было потому что часть тепло пошло но может если медленнее заряжалась тогда может быть больше немножко что эти как бы это больше набрали а то же пришло вечером набрала набрал для емко 74 вольт час 12-26 вольт но уже точка показывает что как бы уже надо заряжать уже черное тогда 14 вольт зарядилась 82 процента 614 думаю она тут много покажет над вероятный не совсем правильный результат будет потому что как бы сопротивление большое и на том сопротивление теряется энергия я оставил на ночь и за утро пришел и вот напряжение 12 вольт и набрала 181 вольт часу уже вот такое время думаю уже может за ночь он разрядится полностью и вот эта батарейка тоже уже зарядилась и набрала 900 миллиампер часов но 2700 тоже емкость тратила сильно и сопротивление у нее большего теперь уже большой поток не сможет отдать вот аккумуляторы разряжены до 3,3 вольт они за параллель стоялись так то они до 2,9 вольт разрядились под нагрузкой когда нагрузки нет они потом поднимаются на 3,3 вольт можно считать разряженными теперь аккумуляторы буду мерить 1 3,36 вольт 1 3,36 вольт 1 1 336 вольт здесь 60 миллионов на 4 процента вот показывает что он полностью как бы разряжен тут надо наверное эти пластмасские липучки снять иначе не будет заряжать если 4000 мАч наберет такая сдвоенная фишка тогда можно считать что аккумулятор пригодный а если 2000 мАч или меньше тогда уже может стоит подумать о замене ставлю тут чтоб удобнее было мне ставить я случайно того бы не задел тут тоже на 4 процента на 2 ячейки 33 вольта 3 почти 260 миллион на их почти всех сопротивление одинаково 360 на втором 230 230 260 где четвертый почему не работает слот значит твердый контакт значит нет 220 миллион 4 процента тоже 3 4 вольта порядку первый слот сопротивление 255 миллион 0 2 ампера током герой электрой слот 248 миллион 220 222 ампер я интересную потом сопротивление их измениться или будет такое самое после зарядки во время всей зарядки если будет такая сумма во время всей зарядки тогда интересно не значит они более стабильны чем не амгаш аккумуляторы которые то так то одно то другое сопротивление на меняется постоянно по мере зарядки тоже похоже менять что начало падать есть так сильно падает заряжать теперь посмотрим какую емкость наберут аккумулятор разряжается набрал уже 198 бат часов и до 11,94 вольт опустилась шел час и 54 минуты с первого 1 зарядился 18 процентов набрал 403 миллиампер часом вроде как и неплохо второй зарядился 17 процентов набрал 350 миллиампер часов что-то очень мало сопротивление 156 миллион сопротивление 19 процентов зарядился и набрал 459 вот этот самый лучший четвертая ячейка тут 214 набралась 1189 вольт 214 ватт часов энергии в прошлый раз в прошлый раз он был 195 и до 981 вольт опустилась напряжение значит в прошлый раз он был не полностью заряжен вот тут какое напряжение поэтому я его подзаряжаю зарядка как бы слабая для такого аккумулятора аккумулятора и напряжение 14 вольт как было 14 так есть иногда опускалась там до 13 и 80 сильнее не поднимается так то на холостом ходу где-то 16 вольт что по идее может где-то 15 вольт где-то до 15 вольт до 15-16 вольт а вот 15 и 75 вольт почти 16 вольт 20 и 75 вольт 245 вольт часов набрал уже надо включать то есть где-то половина своей емкость непонятно как тут можно вот 4 часа набрать вроде бы по напряжению полностью заряжен хотя может и не полностью заряжен а потом запишу указание посмотрю что с аккумулятором так вот и 1536 брал первые 118 миллионов 196 миллионов 1015 второй нечаянно тернул и он сбился его настрой похоже так то нет уже Продолжение следует... Продолжение следует... И пишет, что я как раз пришел утром от 3542 мАч и набрал так-то маловато. Особенно на зарядную тоже достаточно неплохо. С1 тоже полный. 3600. На С2 у меня там сбросилось тоже полный. Там где-то было, кажется, около 1000 и тут 1000. Может немножко больше. А так С1 самым больше набрал. Надо будет написать, наверное, эту разрядить и еще раз проверить. Тут вот есть модуль. Два раза нажать и вот показывает. На какого напряжения он устает. Заряжаем кофе. Заряжаю кофе. Ничего. Заряжаю кофе. Вкусной, белый. Я что-то пробовал, не работал Он присматривает А вот Нет А вот Вот Видимо, уже сопротивление большое По этому миру Максимальный ток Тут установить Пусть будет 0,1 А А тут Сопротивление Аккумулятора большое Потому Тут и так 0,1 А Заряжает Аккумулятор Не знаю, или тут Остановился или нет Ток Хотел записать Показания Аккумуляторов Но забыл Аккумулятор Это у меня 1 360 360 360 Аккумулятор Для ампер часов Аккумулятор Где-то 3500 А третий клавер был, уже все спутались, наверное нужно будет резать в отдельности, проверять либо заново измерить ток, но может на меньшем токе заново измерить. В общем я посмотрел видео, которое я снимал и записал все показания, один аккумулятор 3542 мАч и тот который я вытащил сперва он 1015 набрал и потом еще 2042, то есть он самый меньший набрал. Но разница не такая большая между ними, поэтому наверное они все теряли примерно одинаковую емкость и их нет смысла наверное разбирать, сейчас присоединяйте, нужно новое заказать и пустить на нашу руповерку. Вот такая коробочка, что-то засунулся. Вот такой вот. Вот такой вот. Вот такой вот. Второй. И будет по 3000 мАч. Примерно раньше было по 1200, когда в покупной настройке был. А когда новые были аккумуляторы, это никель-кагмилы. Так что емкость даже с попорченными увеличится, а вес уменьшится. А теперь меньше вес, чем там куча вот этих. Что я выбрать. Хотя я уже переделал на такую, но тут 7,4 вольта маловато. Хотя может быть некоторые рези, этот резник может быть и хороший, если разделить их. Они так красиво склеены, что жалко их разделять. Потом опять паять, соединять. Тут они как-то не особо видно, чтобы какой-то из них как-то особо емкость потерял. Потому что потом не паять, всем дымом не дышать. Думаю, не стоит наверно их разъединять. А для ноутбука заказать новый аккумулятор. Судя по этой надписи. Что тут 48 вольт часов. Так 48 поделить на 11,1 вольт получается. 4,3 ампер часа. Вот такая вот сборка. Одна должна выдавать 4,3 ампер часа. У меня вот тут 3,5 ампер часа. 3,6 ампер часа. Вроде, ну как держит недолго. Поэтому может стоило бы их на разряд проверить. Но нет пока чем их на супу разряжать. Вот это я просверлю этим шкуповертом. Хоть тут и 74 вольт, но все равно спокойно просверлю вот дырку. Вот тут вот этот, что была дырка на птенце вкручке, чем был он расшруб. И он так сильно тут прикрутился, что его вытащить невозможно. Я новую дырку просверлю. Вот эти мотерейки уже зарядились. Я записала C1 905 мм, часов C2 749 мм. И тут проверяю этот аккумулятор на емкость. Он был заряжен до 13,8 вольт. Вот он уже 10,46 вольт уже на нем. Он отдал 143 вольт часа. Как бы неплохо. Все равно он старше вот, чем этот вот. Вес их близкий к одинаковому на килограмм это тяжелее. Но самка синего все равно значительно больше, чем у этого. Так что вот такие. Лучше купить вот такой аккумулятор или вот такой, чем такой. Берга на 35 ампер часов. Потому что никакого преимущества тут нет. Вес почти всех одинаковый. Ампер часов мало. Что тут может быть такое хорошее? Можем до 10 часов. Подожди. 10 вольт. В ночь. Вот этот платин первый раз отдал 195 на 9,80. А второй раз отдал 246 вольт. Вот и пришло время отключать аккумулятор. Погнал емкость 158 вольт часов. И напряжение опустилось до 10.12 вольт. Погнал емкость 158 вольт. Вот полотен набрал. В первый тот раз он мне набрал 195 вольт часов. В общем все закономерно. Меньше емкость, меньше набрал. Набрала емкость. Только думаю, может тут пластины толще. И поэтому он может со временем меньше изнашивать. А как показывает мой тесто, не похоже, что он меньше изнашивается. Что что-то тут у него лучше. В общем вот такие аккумуляторы самые лучшие. Эту где-то купил в 2009 году. Может даже в 2008 мать. Может в 2010-2011 где-то купил. Какой-то раньше, какой-то позже. Кажется верно позже. У меня они тут стояли. Я тут ими и не пользовался. Почти иногда 12 вольтовый паяльник подключал к ним. Иногда они там кто-то на 7 вольт разряжался. Может мерка. Когда паяльник работал, я забыл его отключать или забыл подзаряжать. Но как бы это не опасно. На 7 вольт разряжать. Не особо опасно по моему. Это до нуля разряжать. И то может это относится только к АГМ аккумуляторам. Ни один из них не показал почему-то заводскую емкость. Может потому что нужно было их до высшего напряжения заряжать. И они не полностью зарядились. Но я не хотел их перезаряжать, чтобы емкость теряли. Еще у меня они раньше работали на электроносипеде. Само много я аккумуляторов поставил. Вот так все последовательно. Три поставил. Потом еще последовательно, кажется, этот поставил. И потом еще вот этот. А потом, когда... 12 вольт еще. В общем, я там подключил. Вес был там около 40 кг аккумуляторов. Но так как они все разные, есть у них разная емкость. Так там все равно не мог тут электроелосипеду. И где-то и 30 км наверно поехать. И как тут показываете? Емкость где-то 158 часов. И то это с малой нагрузкой, с большой нагрузкой будет поменьше емкость. То есть по сути тут где-то 10 ампер часов емкость. Вот этого даже 10 ампер часов не будет. А весит больше 30 кг. А на литий-ионном аккумуляторе можно такую емкость набрать. И вес может быть с 1,5-2 кг. То есть где-то в 20 раз тяжелее вот эти получаются. Идея их использователь сразу очень нехорошая. Синцовая используется для электротранспорта. И цена их такая, что вот например такой купить стоит где-то 120 евро. 45 ампер часов купить и 12 вольт. Ну тут можно считать 36 вольт и 10 ампер часов. Если емкость перевести будет. А вот аккумулятор можно купить где-то за 70 евро. На электро велосипеде на алиэкспресс 10 ампер часов и 36 вольт. Либо можно самому сделать даже дешевле. Может каких-то 40, 50, 60 евро. И будет емкость легче. Легче и вес будет где-то 1,5-2 кг. А тут 11 кг. И цена меньше. И то этот емкость он все равно показывает. Правда не отдает заяву. И может если подзаряжать символ полностью. Тогда емкость его гость. Но надо тогда цикла сильно уменьшить. В общем и циклов меньше у них. И никак не получается, что их выгоднее ставить. Для машины вообще-то литий-ионный тоже было бы полезно. Но для машины может быть есть такая особенность, что машинам нужно вмизгить морозы. Литий-ионные очень сильно теряют емкость. Поэтому уже для машины не очень. Где есть сильные морозы. Напряжение само поднялось на 12-12 вольт. После того, когда я включил нагрузку. Поэтому тут. По идее он не полностью разряжен. Вроде бы полностью разряжено было. Если бы после суток его напряжение было бы ровно 12 вольт. Или может даже 11,9 вольт. Тогда он был бы полностью разряжен. Но в то же время ищется, что нужно до 10-5 вольт разряжать. Если ток слабый. Если ток 0,020 кажется или меньше. Тут кажется и есть 0,020. 0,020. То есть 0,7 ампер. То есть 0,7 ампер. То есть 20 ампер. То есть 20 ампер. То есть 20 ампер. То есть 20 ампер. Тогда нужно разряжать с током. Тогда ток 0,1. С будет 2,2 ампера. А 0. Нужно посмотреть еще, наверное. Тут, кстати, скорость моего интернета. Вот он передается другого дома. Вот этот вход втуда передается с той сторожей. За 240 метров. Вот тут пишут. Также нужно подержать 2 часа перед измерением. Для измерения используется аэрометр и обязательно подержать. Один все резиновые. Подержите рядом. Вот тут показывают. Тут я так понял. Тут когда аккумулятор полностью устоялось. Напряжение после суток. Где-то после суток. Нужно замерить с напряжением. Вот это 12,7 вольт. Это 100% заряжный. Вот 50% Это 12,2 вольта. И 10% 11,94. А вот 12 и 12 это получается 40%. А где он еще мог отдать? А вот 12,13. То это даже суток не прошло. Он еще может поднимется напряжение. Тут еще другая таблица. Тут вот тоже похоже. Вот 12,66 полностью заряженный. 50% 12,18. Получается он где-то вон. Он на 50% Он на 50% Разойдется. Он напряжение в отсутствии на грузе. Он на 50% Еще одну таблицу нашел. 100% 12,71. 50% 12,21 Это без нагрузки. 10% 12,95. 12,40. Все. Одна таблица. Как определить степень заряженности не обслуживаемого не обслуживаемого аккумулятора и плотности. Это, скорее всего, можно отличить с некоторой степень вероятности или приблизительно способ определения степени заряженности по напряжению справедлив только для аккумуляторов, находящихся в стационарном состоянии не менее 8 часов. То есть после 8 часов можно измерять. 12,7 100% 11,7 12,1 40% тут даже 8 часов не прошло и уже 12,16 и убралось. То есть где-то на 50% рассредился. по крайней мере по таблице получается по крайней мере по таблице только тут на каждую ячейку пишется 0,20 и менее 1,75 умножить на 6 будет 10,5 вольт и тут и тут 0,21 можно как бы разрежать даже на 9 вольт показывает тут где-то где-то 9 вольт тут как бы насколько я понял пишется по правилам насколько мощно разряжать так вот если допустить там емкость 20 ампер часов а не 45 потому что терял он емкость так можно разрежать где 20 будет 1С это будет 20 ампер а 0,1С будет 0,2 ампера 0,2С и менее 0,2С это 4 ампера нужно разрежать за 10 и 5 вольт на метр то есть 4 ампера и менее можно разрежать 10 нужно разрежать за 10 и 5 вольт ниже разрежать по правилам как бы нельзя не тогда мне кажется не получится при получить большую емкость если на такое напряжение разрежать она совсем получается по-другому вот вот аккумулятор уже попортится может каких 20 часов когда я эти аккумуляторы заряжал и отключил заряжу зарядку вот какие у них напряжение тут пропало то вот лекарств нет что как бы какие напряжения это 12,86 вольт то есть 12,7 получается он заряжен полностью оттуда тоже 12,8 от пробулка его от лекарств появилось так 12,8 м м м м Теперь зарезаю вот этот углублятор. Она только подключила именно 13,3 Вт. Сети зарядка берет 55 Вт. На зарядке выставлено 13,8 Вт, но пока теряется на проводах, вот тут где-то уже 13,6 Вт, то есть 13,6 Вт. А вот тут уже 13,3 Вт. Тут вот 13,3 Вт, а тут вот на самих проводах 13,6 Вт. Тут пока переходит, еще несколько теряет 0 Вт. Много ошибся. Аккумуляторы стоят где-то 120 евро. На самом деле они дешевле стоят. Вот, например, 40 Ач стоит 56 евро. Вот 44, 46 евро. Но все равно он как 44 Ач, но емкость он выдаст как 30 Ач, наверное, при токе 5 А. Грубо говоря, литий-ионный аккумулятор в два раза дороже, но зато вес его... Где-то в 5-6 килограмм меньше, в 5-6 раз меньше. Аккумуляторы стоят где-то, в 5-6 килограмм меньше, в 5-6 килограмм меньше. Ну вот. Продолжение следует...